Безопасность детей не только забота родителей, но и учебного заведения, где учится ребенок. Глава региона Алексей Русских подписал распоряжение о повышении уровня безопасности во всех образовательных организациях. Каждое учебное заведение до 1 октября должно разработать и утвердить комплексный план мероприятий по повышению уровня безопасности. Мы понимаем, что есть школы, где не всегда полностью все реализовано, но руководством области, Министерством просвещения и воспитания и образовательным организациям прикладываются все усилия для того, чтобы привести все школы в необходимый уровень соответствия. Городской 101-й лицей имени Латышева – один из новейших в Ульяновске. Здесь применяются современные меры безопасности. Например, в лицее есть система распознавания лиц. Попасть на территорию можно по специальной пропускной карточке только ученикам и педагогам. Для родителей предусмотрен одноразовый магнитный пропуск. Все уголки территории просматриваются с камер видеонаблюдения. Оборудованы тревожные кнопки. Если понадобится, вызвать экстренную службу можно одним нажатием. На каждом этаже имеется отдельная кнопка тревожного вызова, если что-то происходит с ребенком и если ему нужна помощь. Все кабинеты полностью под сигнализацией, поэтому уверена, что наши дети надежно защищены. Обеспечение безопасности ребят – работа комплексная. Большая ответственность за жизни детей лежит на плечах родителей и педагогов. Именно от взрослых зависит, как ребенок будет вести себя в той или иной ситуации. Родитель должен объяснить, научить, показать на личном примере, как правильно вести себя в той или иной ситуации, выстроить с ребенком доверительное общение. Нужно комплексно. Я считаю, что это нужно обсуждать у дома родители с детьми. Кроме того, у нас очень хорошо проходят уроки ОБЖ в школе. То есть, учителя непосредственно детям рассказывают о этих ситуациях, как нужно себя вести в данной ситуации. Потому что реакция всех детей бывает разная. Даже, например, и учителя, они все реагируют правильно. В этом году на обеспечение безопасности в школах области направили более 60 миллионов рублей. В бюджет следующего года планируют заложить 50 миллионов рублей на закупку металлодетекторов и турникетов. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.